Теперь давай я такой вопрос разберу, в книге нет, раз пообещали, так? Глава «Можно ли поминать Аллаха в туалете?» То есть до этого мы непосредственно этот вопрос не разбирали. Какой мы вопрос разбирали? Можно ли поминать Аллаха во время справления нужды непосредственно, так? И сказали, что это нежелательно, так как пророк смочился, ему дали салям, он не ответил. Соответственно это является нежелательным. Теперь вопрос, если человек зашел в туалет, но еще не справляет нужду, то есть находится в даме, но ему не справляет нужду. Можно ли ему поминать Аллаха или нет? Ответ в этом такой, что разрешается ему справлять нужду для тех пор, пока он не сядет на унитаз и не начнет справлять нужду. То есть только является нежелательным, только если он начал справлять нужду. Если же он в туалете или сел даже на унитаз, но еще ничего не начал, так, тогда что? Ему разрешается поминать Аллах и не являться в этом, нет в этом никакой нежелательности. Какой довод на это? О том, что ученые приводят на это довод и в этом масале вообще разбираются в книге Амадзиллахкама, так, отдельно. И говорят, разбирают хадис от Аиши, то есть который приходит в Бухарь и муслим, потому что Анна Набиев, слава салам, сказал, я цекилу аля хижрига или фи хижрига, так, ваяхра сказал, что пророк, слава салам, было так, что он ложился ей на хижр, хижр это что? Если человек сядет мурабба, то есть как по-турецки, если сядет, то есть, как это получается сказать? Ну, скритив ноги, то вот это место, где ноги, так, ноги, получается, называется хижр. И говорит, что Аиша рассказывает, что пророк, слава салам, часто ставил ей голову на ногу, так, то есть на хижр вот этот и читал Куран, в то время, когда она была что? Хайд, у нее был хайд, понятно, да? Из этого ученые взяли о том, что нет никакой нежелательности вспоминания Аллаха, находясь в близи от нажата, понятно? То есть, слова пророка, слава находилась в близи от нажата, так как дамы хайд является нажатой. И, несмотря на это, пророк слава салам читал Куран, а это выше, чем просто викр, так, непосредственно слова Аллаху салата. Поэтому, говорят, в туалете, находясь непосредственно близко от нажата, разрешает вспоминать Аллаха, нет в этом никакой нежелательности, даже если ты уже сел на унитаз. Но, являются нежелательными, если ты начал уже справлять нажду, исходя из этого хадиса, который мы брали, так? О том, что пророк не ответил тому, кто поприветствовал его. Ясно или нет? Тем более, не говоря уже о том, что современные туалеты, так, чаще всего не являются уже местными нажатами. То есть, они бывают обычно чистые, помытые и так далее, так? И смываются хорошо. И прочие и прочие особенности современных туалет. Этот вопрос понятен? А это следующий. Ну, а где же это литвы? Сухаримусы. А дальше всегда Сухаримусы. 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 Сухарим